МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОСМЕХ ПОСМЕХ Итак, позвольте Вас поприветствовать В первый час, в первую ночь осенью и представить вашему вниманию Наталью Владимировну Грозовскую, а для друзей просто Наташу Грозовскую, выдающуюся представительницу русскоязычной диаспоры Соединенных Штатов Америки, жителей штата Невада, города Лас-Вегас, который она почему-то любит больше Москвы. Но тем не менее Москву посещается, и сейчас она в Москве, и ваш покорный слуга познакомился с ней аж 27 августа, день российского кино, когда как кинематографист получил поздравление с этим праздником. И, что самое интересное, там же узнал, что оказывается, она была причастна к группам «Ласковый май» и «Иванушкин интернешнл». По крайней мере, она выступала и с одними, и с другими, что само по себе интригующе. Да, сия персона действительно весьма интригующая. Она действительно способна в напряжении держать многих, только единственное что. Она сказала, что в Москве она хочет отдохнуть от своего макияжа, и именно по этой причине она решила вообще не представать взору публики в видеовиде. И мы решили ограничиться аудиоинтервью. Итак, интервью с Натальей Грозовской. Музыка Наверное, вас кофейком угощил. Не будешь возражать? Не будем. В парке под названием «Нескучный сад» там можно найти кучу хороших лавочек. Ну, я считаю, что мне, например, я не знаю, как вам, но мне, например, лучше сидеть в хорошем кафе, чем на какой-то лавочке. Нет, пожалуйста, просто здесь. И вот вы слышите. И мне еще и уши да услышат. Нет, но и мне еще и уши да услышат, а все это реально, к величайшему сожалению, переформироваться в том, что я буду вас просить, а те или иные мысли отдельно просто повторять. Вы будете меня спросить, я буду вам отвечать. Да, я буду вас просить, лучше вам отвечать. Давайте я еще раз представлюсь. Поляковский Владислав Тадеушевич, писатель-парателемист кинематографии, сотрудник кафедры концептуарного анализа и проектирования. У кого-то наука и бардовская песня, у меня наука и кинематограф. Желание стартовать в кинематографе появилось. Не обращайте внимания, у нас сторонние звуки, вас прекрасно слышат. Нет, здесь проблема состоит в другом, что будет отменить медиальные записи. Я бы попытался все-таки проявить хреатилизм и найти какое-то другое место, если вы позволите. О, мы вот сидели там, но не знаю, тут. Парка вы решительно против? Ой, парка где? Ну, нет, просто вы решительно против или не решительно против? Потому что мне то, что будет производить не самое лучшее впечатление на слушателей... Наоборот, люди прислушиваются. Нет. По психологии. Не поверьте мне, в психологии, если какие-то сторонние шмы дальние, люди еще больше прислушиваются. Добро, значит, я тогда рисую закончить мысль. У кого-то наука и бардовская песня, лично у меня наука и кинематограф. То есть так появился канал спорт, наука и искусство. Там мы выставляем достижения российской международной медицинской научной школы. Последний у нас был метод эмотивизма, который лежит на стыке математической логики и литературоведения. Пытаюсь объяснить, какие источники могут быть сфальсифицированы, могут быть не очень сфальсифицированы. Как вообще к этому нужно относиться? Это все видео-версия, которая пишется у меня дома. И это было номер один. Соответственно, на что-то более роскошное из ваших коллег по цеху. Из ваших коллег по цеху примерно чуть больше, чем год назад, я брал у Валерия Алексеевича Жарова интервью. Это продюсер Женя Осина. Был в свое время. Из несколько более молодых и более амбициозных была Ксюша Грина. Кстати, она очень любит хвастаться тем, что она в свое время якобы имела отношение с господином Юрием Шацановым. Якобы. Он даже не знает, кто это. Нет, ну кто такой Юрий Шацанов, я надеюсь, знаете. Нет, я имею в виду, что вот это... Как ее зовут? Ее зовут Ксюша Грин. Ксюша Грин, Ксюша Ре, Грюша, Крюша или какие-то... Я даже не знаю, кто это вообще. Давайте начнем с самого веселого, самого банального. Это то, как вы оказались в Америке. Собственно, акцентуация внимания, соответственно, будет русская культура в Америке. Как она выглядит, как вы выглядите на ее фоне. Потому что начать хочется с ваших простейших биографических домов. То есть город Воронеж, простая школа, потом идет школа музыкальная. Я прав? Да, школа музыкальная, все правильно. Музыкальное училище. Так, музыкальное училище у вас был вокал, и, соответственно, какая вокалистка... Нет, у меня был саксофон. Это еще лучше? Почему? Только вокал – это хорошо, вокал саксофон, собственно. Когда идет инструментовка и так далее. Ну так, собственно, что вам тогда нравилось и что нравится сейчас? Быть вокалисткой или быть саксофонисткой? Просто Сапунович давно забыла. Быть вокалисткой, конечно. Быть вокалисткой, да? Да. Ну и, насколько мне известно, первый творческий коллектив, куда вы попадаете, вы попадаете в творческую кухню группы «Сектор Газок» и «Мирок» и «Миссия». Нет, у вас неправильная информация. Неправильная, совершенно. Совершенно у вас неправильная. Тогда говорите вы. Вы что-то там перечитали, по-моему. Простите, объясняю. Я в городе Воронеж, к сожалению, был разве что на железнодорожной станции, вышел на 5 минут. На этом все и закончилось. Да, я вам сейчас расскажу. Давайте. Дело в том, что мне было 17-18 лет, и я решила организовать просто первые гастроли «Поварусь в область». У меня так нетерпелось сейчас эти гастроли, чтобы я была на сцене. В 86-й год только началась перестройка. Правильно. Так, это интрибует. Так, дальше. У нас была такая группа с названием «Фэйтон». Я к ним пришла, ну сколько там мне было, я не знаю вообще. А им было уже 25-26 лет, у меня они были уже здоровые дяденьки. Вот. Я сказала, ребята, а что это бесплатно играют? Поехали в тур. Я сказала, на гастроли. Не в тур, когда таких, такого слова не было. Бесплатно поехали на гастроли. Вот. И у меня есть администратор шикарный. Хотя администратора никакого не было. Вот. Говорит, давайте сделаем программу за неделю. И пойдем в тур. Они согласились почему-то. И, значит, я побежала в филармонию. Там я нашла самого молодого администратора. Я сказала, вы знаете, у меня есть шикарный коллектив, шикарная программа, а у вас есть шикарные связи по Воронежской области. Поехали на гастроли. Он так удивился, что такая, ну, малолетка, и уже начинает, как бы, проявлять инициативу и какую. И он согласился. Я свожу и администратора, и коллектив. За неделю мы делаем программу совместную. Мы пишем песни. Все это репетируем. И в конце недели он приходит, мы сдаем ему программу, делаются афиши, он завевает концерты. Мы идем в Творусьской области. Большим успехом было по два концерта в день. Все было шикарно и круто, но мне показалось мало. Я так вкратце рассказываю. Не подробно вкратце, что там был на гастроли, какие приколы и нюансы. Это я вам потом расскажу. И мы приехали, когда я сказала, ребят, я поехала в Москву. Мне тут скучновато, мне нужны стадионы, мне нужны большие концертные залы и так далее. И как раз я уходила. Они пожелали мне всего хорошего. Мы распрощались. Я как раз уходила. А на встречу шел мне Юра, который взял фамилию потом Хой. И я сказала, Юра, он говорит, ты куда? Я говорю, я поезжаю в Москву. А он говорит, а я к ребятам мне поговорить надо. Я говорю, ну все отлично. Он создает группу Сектор Газа. Я их начинаю продвигать в Москву. Знакомлюсь с продюсерами. Ну и, в принципе, вот так получилось. То есть получается, что группа Сектор Газа это мои бывшие музыканты. Все. Вот так, такая история. Ну так, простите. Говорите с мыслями. Так, это собраться с мыслями не очень легко. Только вы все-таки относительно этой группы как выступили? В качестве продюсера, промотора, организатора концертов? Именно этой группы. Именно Сектор Газа? Им просто помогла со связями. А до этого группа называлась Фаэтон, в которой пела я. А, то есть вы оказались своего рода катализатором для того, источником, чтобы группа Фаэтон переименовалась в группу Сектор Газа. Нет, это не так. Это не так. Это Юра Кой пришел, предложил проект Сектор Газа. В группу Фаэтон? В группу Фаэтон. И группу Фаэтон превратилась в группу Сектор Газа. Так, замечательно. Это изумительно. Группа Фаэтон была из того, что вы обрисовали, обыкновенно нечто очень похожее на типичный советский вокально-инструментальный ансамбль. Нет. Мы пели и поп-музыку, мы пели и рок. То есть я пела, они играли. Поэтому в тот момент был, так сказать, рок уже был. Зависи, кстати, сохранились. Да, уже была группа Круиз, уже была группа Динамик, уже, соответственно, что-то там в Петербурге назревало. Я повторяю, мы пели и рок, и поп. Мы пели все направления в одной программе. Это было очень весело. Я вам потом поднимусь нам послушать, что это было. Ну, это, собственно, весьма занятно. Так. Так. Ну, и дальше, соответственно, вы как-то вот на этом, я так понял, активное ваше взаимодействие с сектором газа прекращается. Вы оказываетесь в Москве. Ваша первая попытка и ваш первый период пребывания в Москве, когда он начал сеть, в каком качестве вы были в Москве? Приехал, был 88 год. Я написал записку маме. Мама, я поехала пить на слоу. Так. На что мама пришла с работы и... Вам было 19, на каком? 18. А, 18 еще вечера, это? Мне было... И я когда... Дело в том, что... Я узнала, что Юрий Чернавский создал группу... Студию Рекорд при Министерстве культуры СССР. И я длинула туда. Если есть, просто сказала, что... Увидела Чернавского, сказала, что если вы меня не возьмете, такой путь проделали из Воронежа к Москву. Так. Если не возьмете, я просто застрелюсь. На слоу Чернавский у меня... Ну... Сказала, окей. Говорит, мать, давай, работай. Все. Все. Он там всех женщин называл мать. Да. Просто говорю. Вот. Так что... Студия Рекорд при Министерстве культуры СССР уже... И вернулась уже в Воронеж. На черный день. Просто сказать хэлло родителям. И поехать обратно в Москву. Уже с корочкой. С Министерства культуры СССР. Ну и разумеется, с зимними вещами. Соответственно, нужно более-менее понятно, какое жилище и так далее. Нет. Я жила в студии Рекорд. Так. А вот так нелегально. Пока не было с жильем. Пока не поехала на первые гастроли. А первые гастроли у меня были... Такая была акция «Колкала Россия». Вот. Там уже я поехала с такими для меня именитыми по тому времени уже. Тамара Горцетелли, Алексей Глызин. Вела программу Моргунова Светлана. Вот. И я была певицей в этой же программе. Это была моя первая гастроли. Вот. А в студии Рекорд. Вот. А... Так что... Ну и расскажите, пожалуйста, о вашем репертуаре. Как певицы на этом гастроли? Что вы пели? Ну, я пела... Значит, одна песня была Львона Аганезова и Карема Кавалерьяна. Вот. Вторая песня была Газман Валия, да? Еще молодого. Вот. И третья песня... Не дозову какого-то композитора, не помню. Да. Ну, это не важно. Ну, было три песни, и они были шикарны. Три песни, соответственно, в цепь из трех песен вам обеспечивали определенное время в концертной программе, где-то от 10 до 12 минут. Вы, соответственно, служили украшением этой концертной программы и так далее. Где находился ваш первый московский адрес, по которому, как мне создалось впечатление... Думаю, что нет, но вы так привязаны к центру Москвы. Ну, я хотел сказать, что первый адрес, где я вообще спала, ночевала и жила, это было в студии рекорд. Это было открытое шоссе до 24. О, соответственно, там уже метро было. А тогда улица Подверевская, в тот момент, и Черкизовская, так ведь? Да, да. Это был экс-клуб метростроя, потом он превратился в студию рекорд. Юрий Черновский. Там был Матвей Анечкин, там были все, кто начали в шоу-бизнесе. Там записывались, записывался здесь на шоу-бизнес. Ну, прекрасно. Слушай, позволения, из творчества Юрия Черновского, Какая, ну, вот вещь, можно сказать, Юрий Санске, просто нравится, производила впечатление. Это, ну, Юрий Александрович мне подарил песню «Шаман». Ну, в рамках моих представлений она как-то не особо пользовалась популярностью, или я не прав. Нет, дело в том, что я не представила ее на песню «Года», и не представила ее, в принципе, не на радио. Но Юрий Санске взял ее в программу, эту песню, именно «Солдаты века против войны». Он акций такой, в гостинстве России, справа, если вы помните. Вот там я ее пила. Ага, прекрасно. То есть, как был, мне слова, вот именно песня, она поет. Понятно. Так, хорошо. Ну, и давайте как-то продолжим немножко ваши воспоминания. Пошла 89-90-91, волна инфляции. Пошло довольно-таки тревожное время. Какой год? 89-90-91, как раз, как последние годы Советского Союза сопряжены. Я не знаю, как тревожно, но с 88-го года я стала ездить сюда в 100 мая. 88-го. Я скажу, пожалуйста, собственно, знакома с Андреем Александровичем Разиным. Что было до, что было после. Это была самая популярная группа в стране. Конечно, это надо быть совершенно дурочкой, чтобы не согласиться с предложением. Тем более, эта судьба сыграла такую вещь. Я думаю, что это судьба, что я выходила из студии «Рекорд», а на встречу мне шло разин. Я сплотнулась от порожек и буквально упала ему на руку. Он меня подхватил такой. Я на него смотрю, говорю, пойдем на гастроли. Он мне говорит, поехали, а фонограмма есть. Я сразу флеер, потому что у меня было всегда. Я сразу собираю в уши. Он послушал, говорит, супер. А там уже, когда я к нему свалилась на ручки, у меня были уже новые три песни. Которые из них две я написала сама. Третья была одного знаменитого композитора. Ему очень понравилось. Он сказал, что в 7 часов белорусский вокзал. И если ты не пройдешь, то мы тебя отправляем в Москву без обид. И вот первый город, это был Николаев. Украина. Украина, да. И я хочу сказать, что у меня коленки тряслись. На мне был самопарный такой костюм весь, который я сама придумала. Который был, ну, значит, из длинной юбки. Я ее подняла наверх. Потом поясом, как говорится, ты не помните, пояса такие резиновые были. Более, более, более. Да. Потом были, значит, туфли. Перстян дело, которые купила уже в комиссионном магазине. И перчатки сделаны из налготок, обшитые все каким-то бисером. То есть это было очень круто. И, значит, помните, какие вот розочки вязали на подарки? Вот этими черными розочками вокруг вот этой юбки поднят. И было шикарное платье, короче. Вот. Да. Декольте. Вот. И вот был город Николаев. Это был стадион. Десять тысяч человек. И разница выходит и объявляет, что... Вот нас обвиняют, что у нас нет девушки в коллективе. Вот она такая нашлась. А с вашего приема зависит ее судьба. Ну, мне тут еще... У меня просто коленки тряслисты. Такая вся... И он встречается, Наталья Грозовская. Я выхожу, пою первую песню нормально, вторую песню супер. Ну, а третья песня просто хит. Вообще она как пошла. И это стадион. Мало то, что я стала танцевать и показывать что-то. Не позвать к себе. Это стадион прорвался сквозь толпу милиции. И бежал за мной. Я бегу от них. Вот по этой промежутке в луках. По стадиону. Разница, когда я за голову не знает, что делать вообще. Потом ели зрителей назад в манере. Разница показывает, что супер. Но больше, говорит, так не делай. Не зови к себе. Вот. А так и я работала с Соскомаем четыре года. Приездила. Все нормально. Все хорошо. Денег было девать некуда совершенно. Но нельзя было купить тогда ни квартиру, если в ком, вывести машину, надо было выходить замуж за москвича, ждать пять лет. А потом уже. Ну, в общем, короче, было весело. Ну, а что я делала с этим деньгами? Ну, у меня были не такие богатые подруги. Их возил на юга. Там, в Еленджи, еще куда-то. Покупала разные шмотки. Ну, нет. У меня тогда были доллары по коммерческому курсу уже, насколько мне припоминается. Да, доллары тогда сажали очень сильно. Ну, а точно. Сажали, да. Такое было. И забирали в клетку сто процентов. При обмене, если тебя поймают, так что... Ну, у нас в рамках моих представлений, у многих артистов были... Ну, к сожалению, я вот не послушала моего очень хорошего журналиста, друга. Он сейчас умер, Дим Шауэрин. Он скупал доллары. И говорил мне, что скупать доллары. Я говорю, ах, не послушала его. А когда произошел дефолт, и бабушки с дедушками, и с не дедушками, и не бабушками стояли в очередь в Двербан всю ночь. Вот. Если там было столько-то рублей, стало столько-то рублей. Минимум. Когда люди просто поняли, что их просто обворовали, ну... Когда я поняла, что надо было, все-таки, скупать доллары. Ну, инфляционная политика. Инфляционная ситуация в стране, я, конечно... Я поэтому специально попытался сакцентировать это внимание, что, в общем-то, как раз в 89-й год пошла вот эта вот... Под нарастание, эта тревожность до 91-го года, пока доллар не стал конвертирован. Еще муразины были деньги, деньги 50 и 100 в банках, именно вот в банках соцплянах, вот, в Ставрополе, закопанных. И бабушка там была в туалетах, вот. Но дело не в этом. Дело в том, что, когда все это... Я даже позвонила Юре Альзинфистову, говорю, Юра, а что ты делаешь? Он говорит, я вот эти, говорит, 50-е, что рублей, как они теперь, бумажки в мяч футбольный скатала им, играю, и гоня его по дому. Остальные просто обклеиваю в туалетную комнату. Ну, не хочу с ним еще делать. Наталья, ну, собственно, творческая часть вашего взаимодействия с «Ласковым майом», если можно вообще так задать вопрос. Вы в одной концертной программе с Юрием Шатуновым, в этом то ли после Шатунова поете, то ли до него поете, или я не прав? Нет, концерт, нет. Дело в том, что я как раз стала петь «Ласковым майом», когда Разин и Шатунов разделились. У Шатунов была отдельная программа, а у Разина была отдельная программа. То есть у Разина выступал, значит, Олег Крисовский, Юрий Гуров, Наталья Грозовская и я. Потом, значит, Гуров-младший, Андрей Гуров, и Андрей Разин. Ну, такая была программа. А Шатунов ездил один. Ну, так получилось, что Шатунов больше не выступал с Разиной. Иногда, иногда мы в концертах пересекались, как-то делали общий концерт, но это было очень редко. Ну, в рамках моих представлений, соответственно, было, так сказать, как-то Шатунова пела «Ласковым майом» вплоть до его распада в 1900, прекращение его существования группы, в 92-м или 91-м году. В рамках, ну, или я не прав? Нет, Юрий Шатунов был просто Юрием Шатуновым. «Ласковый май» был «Ласковым майом» отдельно уже в то время. Уже в то время, когда его выступали. У вас странно, потому что в рамках моих представлений... Начитанные представления, а я вам реально говорю, что на самом деле было. Простите, собственно, песни, были традиционные песни Сергея Кузнецова, когда вы пели «Ласковый майом» или были не только Сергея Кузнецова? Не только. Не только? Нет. То есть, как вы назвали, братья Гуровы, соответственно, и другие, сам Андрей Разин, они пели песни не только, соответственно? Не только, нет. Это, собственно, совпадает с частичными моими представлениями, что по стране гастролировало несколько «Ласковым майом». «Ласки Штенов» я написала песни. Одну из них мы записали, я снимала. Отпевается сестра. Берете в ютубе «Ласки Штенов» «Сестра», автор музыки и тефт, Наталья Грозовская. А две других мы не успели записать. К сожалению, они так лежат у меня. Записать песню в рамках моих представлений, это было бы время, было бы желание, был бы голос и так далее. Время не было ни у него, ни у меня. Время было только на одну песню. Остальные на потом все. Знаете, когда на потом все, да, потом, 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 потом. Никогда не знаешь, куда последний день придешь. Замечательно. И вот как раз наступает самый, что у меня есть, драматичный момент. Я хочу, как ваш интервьюер, немножечко нагнать напряженность, Саша. На меня напряженность, это бесполезно. Бесполезно, возможно. Но в рамках моих представлений драматичный момент. Какой такой? Распадается группа «Ласковая моя», она прекращает свое существование. Как вы пережили этот момент? Расскажите. Ну, это вообще целая история. Целая история. Я уехала в Турцию. Вы уехали в Турцию? Я уехала в Турцию с группой, с музыкальной. И с моей подругой, она тоже певица. У нас попался продюсер Якобы, который нам очень всего бы наобещал. Мы приехали в город Мармарис. Там, как говорится, русские песни, то есть, точнее, песни на русском языке никому не были нужны. Так. Наши друзья-артисты, музыканты, которые пошли мне посуду, чтобы заработать билет. Он просто нас бросил. Так. А у меня созрел план, как разенную я называла, разенбюрки. Я смотрю, что зазрел план. Я пошла к аптеку, говорю к одному. Мне говорю, здесь у вас самая крутая отель. Мне сказали, что отель Гранд Азур. Так. В городе Мармарис. Вот. И мы с ним разговорились. У них, значит, есть такие традиции, что если мужчина-врач, и к нему женщина приходит с своими проблемами, он ее не имеет права вообще-то послать. Короче говоря, я прихожу к Гранд Азур. Поймала там генерального менеджера. Говорю, у вас мужчина-врач. Говорит, мужчина-врач. Я говорю, а я женщина-врач. Он говорит, как это у Герри? А вот так это. И он говорит, ну все, будем работать 50 на 50. Он не проверил ни диплома, ни лайсенса, вообще ничего. Я стала работать в отеле пятизвездочном с врачом-терапевтом. Простите, у вас какие-то отерапевтии? Отерапевтии вообще. Я плохо выразился, от терапии. У вас есть какие-то были простейшие сведения? Вообще. Со всеми вопросами я бегала через дорогу к аптекарю. Так. Советую. Мало того, что он мне дал лекарство, которое я перепродавала в 3 доллара. Так. Ну, в общем, так я работала. За год я заработала, за год находясь с нами, заработала 7-10 долларов. Ну, позволялось порадоваться. Ну, и на тот момент уже с адресом Святой Сумы уже можно было легко вернуться. Так я вернулась. Вернулись. Я вернулась. И продолжилась ваша жизнь московская, жизнь российская? Ну, собственно, да. Да, да, я вернулась и начала записывать новые песни. Ну, вот, появился, как раз вот, записала «Долгую ночь». Впоследствии потом автор Владимир Матецкий, Бушевич. Так что, у меня была так, у меня была «Песня 91», но «Песня 91» как раз я пришла, и «Песня 91» я пришла и отдала кассету. Меня взяли на «Песню года 91», а «Песня 93» уже надо было планировать за эфир. С вашего позволения, «Песня 91» вы пели в таких... В «Зерний вечер». В «Зимний вечер» опять, мы напрасно ищем свечи, как легко смогли потерять, мы друг друга в тот «Зимний вечер». В «Зимний вечер» это прекрасно. Вы пели в каких-то промежуточных телепередачах или вы пели в галоконцерте? Нет, в галоконцерте нет. В промежуточном. Это был выпуск августа. И, собственно, на этом ваша не очень роскошная дружба с телевидением как бы закончилась, завершилась, прекратилась. Я еще раз задам вопрос, поскольку там по стороне звуки. И на этом ваша не очень роскошная дружба с телевидением... Почему не очень роскошная дружба с телевидением? Или вы считаете, что все-таки ваша дружба с телевидением была роскошной еще? Моя трюльба телевидения, и с радио было роскошно до того, как телевидение и радио просто просить деньги за эфиры. Так, то есть у вас ваши видеотеки, которые сейчас можно найти, в частности, на Ютьюбе, вы там есть? Там мне полно просто. Ну, я заметил, там вас полно. Там действительно вы выглядите в очень даже роскошном макияже. Вы производите, действительно, на меня, как женщина, впечатление производили. Позвольте вам сделать грубый комплимент. Вот. Ну и, соответственно, дальше, соответственно, в 90-е годы понемножечку, все понемножечку начало идти к тому, что пришло сюда. И в один прекрасный момент вы принимаете, насколько мне известно, два великих исторических решения. Вы получаете предложение от Андрея Александровича стать, как написано в Википедии, четвертой по счету его женой. После этого наступает ваша эмиграция в Соединенные Штаты Америки. Нет, это не так по поводу эмиграции в Америку следует. Во-первых, мы не поженились. Так. То есть расписанного вы не были? Нет. Так. Он все равно считает меня, вот, своей чёртой же. Все равно считает. Ну, пусть считает. Ну, он сам себя считает, я приношу извинения, племянником Михаила Сергеевича Горбачёва, хотя есть очень много мнения на ту тему, что он всё-таки биологическим племянником Михаила Сергеевича Горбачёва не был. Он был всего лишь мальчиком, которого один раз привели в дом Горбачёва, с которым один раз там с дядей Мишей сфотографировали. Ну, вы знаете, тогда не было интернета, тогда не было ничего, ни телефонов вот таких, как у нас сейчас. Нельзя было проверить, например, вся семья Горбачёва там. И сразу бы высветил, что, естественно, никакого разницы там не было. Поэтому, что я могу сказать? А насчёт того, что я уехала в Америку, это вообще отдельная история. Я работала 4 года в Госдуме. Так, замечательно. И примерно в какие годы, в какой должности? Я была врачом, это и вечером я буду знать. Это был 96-й год, 95-й, 96-й, 97-й, вот эти вот. Мне предложили стать депутатом по спискам, по спискам. Но потом, оказывается, пришёл на грузки, и партии нужны были деньги. И сказали, Наталья, давай следующий созыве. Я сказала, поехала в Америку. Выиграла грин-карту. И уехала. А грин-карту, вот как-то, насколько мне известно, сперва нужно на визу, а до визы, международный паспорт или так? Нет, там неправильная информация. Грин-карта, это когда выиграешь, это подаёшь на лотерею, заполняешь бланк, это лотерея. Так. Диви. Вот. И выиграешь, не выиграешь, как-то. Чудесно. Чудесно. Нечто аналогичное. А вы говорите, вариант, что как беженый, например, беженый приехал, мотался, мотался по офисам, что-то там сделал, потом бить на жительство, потом грин-карту. Нет. У меня было всё просто. Я её выиграла. Ну, тогда позвольте за вас порадоваться. Я пришла в посольство сначала, перед тем, как я её выиграла. Мне сказали, что мы вас не пустим в Америку, она молодая, красивая и так далее, в общем. Я сказала, если рано поеду, они говорят, как, я говорю, я выиграю Крин-карта, они говорят, нереально, я говорю, для вас нереально, для меня реально. Взяла и выиграю. Да, замечательно. Меня ещё потом уговаривали, уговаривали, говорят, ой, у нас такая хорошая страна, так всё, я не знаю, ни разу не жила в Америке. Да, хорошая страна, вам очень понравится всё это. Вот, когда я прошла собеседнию, всё было нормально, я уже была готова в Пальпилет. Ко мне подошла бабушка одна такая, такая еврейская бабушка с таким вот акцентом и сказала, Деточка, вы не знаете, что вы выиграли, вы выиграли вторую жизнь. Я сейчас еду к детям, я, наверное, там останусь. Это так, ну, всё это смешно, конечно. Ну, вот так вот, и я не хотела в никуда. Какой ты был год? У меня это был в 2001 году. В 2004, да, он так давно. Мне был 31 год. Ну, ну, в 31 год я представляю, что такое артистка возрастом 31 год. Представляю. Ну, я хочу сказать, что я работала уже на третий день. Прибытия в Америку. Ну, красивых женщин, в общем-то, у меня чисто женская проекция. Нет, я хочу сказать, что, я хочу сказать, что, говорится, Бог меня любит и любит. Потому что, когда я приехала, у меня было то, что никогда ни с кем не произойдёт. Я летела в Лос-Анджелес, в аэропорт, когда там была проверка документов. Я увидела, какой-то там дедулечка. Значит, подходит ко мне, спрашивает, где вы будете жить? Я говорю, я в гостинице. Вы всё-таки богатые, эти кто... А вот вы водить машину можете? Я говорю, нет. Я говорю, что у вас там электрония, троллейбусов нет. Это он у сам. Он так... Я говорю, автобус у нас, конечно, есть, но вряд ли он не будет ездить. И, в общем, слово за слово мне говорят, я не знаю, почему, не хочется вам помочь. Я говорю, в плане... Он говорит, вы можете у меня жить, у меня большой дом. Я говорю, может, он у меня в моях какой-нибудь. Да. Ну, прежде всего, это на русском, явный русский эмигрант. С переводчиком. А, с переводчиком. Это американец. Это американец. Это американец. Да, ага. Так. Решил помочь русской девушке. Ну, позвольте за русскую девушку пора, да? Да, так вот так. И, значит, он говорит, у меня в случае не просто, я не знаю, почему, но мне хочется вам помочь. В общем, я приехала к Юре Чурнавскому. И говорю, его жене Таня, говорит, Таня, за мной сейчас приедут. Она говорит, кто ты только прилетела. Ты никого не знаешь. Я говорю, я уже познакомилась. Она говорит, Юра, она уже с кем-то познакомилась. Короче говоря, приехал этот американец. Таня, так как же женщина ответственная, она фотографировала все номера машины. Все записала, все адреса, явки, пароли. Потому что моя мама, естественно, им звонила и спрашивала про меня, как и что она может волненную на вас. Вот. И все. И на счет второй день он мне показал Лос-Анджелес. То есть первый день в Америке показал Лос-Анджелес. А второй день, значит, он мне помог заполнить social security. Это такой, ну, пенсии, там, вот это что. Вот. А третий день, например, газету, где на русской газете, где было написано, ищем пениктов в ресторан. Я позвонила, говорю, у меня нет машины. Она говорит, наши музыканты будут вас возить. Все, я уже работала на третий день. Зарабатывала через два месяца, я купила первую машину. Ну, и прекрасно. И, соответственно, в таком режиме... А потом уже, я сейчас живу в Лос-Анджелесе, уже 24 года. Я являюсь единственной русскоговорящей певицей на весь Лос-Анджелес, на весь штат Невада. Вот. А также я езжу по другим штатам, даю концерты, собираю кусочки русскоязычные. И не важно, и не важно, в какой национальности русскоязычный человек. Все сидят вместе, не к ним, не ругаются. Как в СССР? Все хорошо. Как в СССР нет, но иногда такое вот... Иногда это... Там есть особая нация, знаете, какая? Какая? Эмигрант. Так. Ну, нечто подобное об этом слыхал. Просто из нашей альмаматора достаточно много в Соединенных Штатах Америки. Я сам снимал фильм про Реунион. Вам надо, знаете, что? Вы сейчас занимаетесь, и я хочу сказать кое-что. Говорю еще. Я хочу сказать одну вещь, только не обижать. Я не обижаюсь. Я сущу. Я хочу сказать одну вещь. Вы не про тот фильм снимаете. Вы на вам надо про мою судьбу, про меня снять фильм. Вот это будет интересно. А вот когда мы погасим интервью, тогда мы будем говорить о фильме о вашей судьбе. Читатели, хотели бы они увидеть вот такой фильм, с такой судьбой, как вот я сейчас не сразала, в принципе. Но это, как говорится, продолжение следующее. Я сейчас собираюсь умирать. Я охотно верю. Сделайте это первым. Вы будете миллионером. Да, ну, может быть, я буду миллионером. Я такого не исключаю. Слово «может быть» должно исключаться из вашего жаргона. Потому что, когда человек говорит «может быть», это уже ничего не будет. Он говорит «это будет». Я приношу изменения. У меня самого есть в активе несколько фильмов. Из них один полный метр. И я хвастаюсь тем, что я чуть ли не единственный комедиограф, который снял комедию фактически на финансовом нуле. Фактически. Я хочу сказать, фактически я этот фильм не знаю. Значит, он нигде. Хочу сказать, пожалуйста, снимите вот этот фильм. Он будет везде. И вы обеспечите себе имя. И после этого, после вот этого фильма про меня, вы можете снимать все, что угодно. Наталья, а в качестве эксперимента, в качестве прелюдия к этому фильму, пусть будет это наше интервью. В качестве... Потому что я тоже хитрый, да. Я тоже хитрый. Вот Анжелика мне не даст собрать. Пока что я хитраю, я честные глаза. Ну, я единственное, что я могу сказать снова, что я усатый. Значит, мы внимательно смотрим, внимательно смотрим на то, которое сейчас у нас время. У нас время 19.49. Я делаю первую стоп-камеру. Раз. Вторая часть. Ну, давайте теперь я вас буду атаковать. Ну, начинаем. Какие-то крутые сплетни про... Человек в кухозе утра. Да. Давайте крутые сплетни про кого угодно. Вы называли и Айзеншписа, и Разина, и Кобзона. Давайте вы будете про них сплетничать. Наверняка вы были знакомы и с Макаревичем, и с Ситковецким. А самое главное, простите. Макаревича меня не было. А, мне не было. Ну, ладно, бог с ним. Ваша землячка по Воронежу. Марина Журавлёва. Вот вы что-то, вы как-то с ней контактовали, не контактовали. А что-то, да, мы в контакте. Не перезвонимся легко. Ну, созвонимся. И дело в том, что она живет в Санжесом. Поэтому старались по названию «Россия». Вот, я все хорошо, все отлично. Все, ну, собственно, ваши судны совпадают. В рамках моих представлений, судя по отсутствию акцентуации на успеха вашей личной жизни, вы сейчас вот как-то, ну... В браке не пребываете, я прав, да? И счастлива от этой только мысли, что я в браке не пребываю. Так, ну, если вопрос был не очень тактичный, я беру, я приношу свои земли. Про моих мужей у меня два мужа было. Они умерли оба. Я уже боюсь уходить замуж третий раз. Это включаю Разина или не включаю? Нет. Не включаю. Ну, я говорю, что я не была замужем за Райдин. Как меня называют на телевидении, гражданская жена Андрея Райдина. Действительно все рассказал о себе Андрей Райдин. Но есть что-то, чего мы о нем все-таки еще не знаем. Наталья Грозовская, бывшая солистка группы «Ласковый май», откроет нам то об Андрея Райдине, чего мы еще не знаем. Добрый вечер, Наталья. Он же мне считается все время официальным. Прекрасно. Ну, то знаменитое ток-шоу. Я думаю, что он меня очень любит. Ну, я представляю. Значит, насколько я помню, вот это было то самое ток-шоу то ли 2013, то ли 2014 год, когда вы были единственные девушки. А вы знаете, а в «Ласковом май», оказывается, были девушки. И тут выходите вы. Здравствуйте. У вас было такое роскошное красное платье, развивающиеся волосы. Вы так ласково к нему прижались. Он вас угнял. Была такая лирическая сцена. Он торжественно объявляет, что он вас берет в жены. Все были на сцене. Он ко мне подошел, взял за руки. Так вот за руки говорят, любил, люблю и буду любить. Выходи за меня замуж. Все было очень лирично. Потому что вы для меня, ну, собственно, выглядите немножечко... Фамилия у вас, вот, такое дано не всем. А? Такое дано не всем. Не всем. Меня вообще удивит на человека. Так, ну, в 76-76-Д это как-то впечатление производить, должен сказать, сразу. Так что я, у меня много говорили по навешану, какой бы вы хотели... Еврейское ощущается, склонность к авантюре, знание мира, любовь к жить, соответственно... Знание языков. Я знаю турецкий и английский, русский, итальянский, немножко французский. Понятно. Так, у вас чего-то можно спросить? В общем, в чем, по-вашему, заключается феномен Андрея Разина? Почему ему получилось то, что не получалось у другим? Каким образом его, собственно, разрухует? Все-таки Министерство культуры или все-таки какие-то аферы, связанные с тем, что выдавал себя за племянника Горбачева? Вот как ему, собственно, первые шаги Ласкова Майя? Вы знаете, я хочу сказать следующее, что... Вот, понимаете, что... Ну, как говорится, я сейчас нахожусь с Андреем Разиной в разладе, и я всем говорю, что я не хочу не помнить, не знать о нем, не говорить о нем. Вот. Ну, на ваш вопрос я отвечу. В принципе, честно отвечу, что я об этом думаю, что... Он... Вот, представляете, он детский дом. Детский дом, да? Вот. И дорога из детского дома, в принципе, тогда, в те времена, не сейчас, я имею в виду, что... А в те времена была или на стройку, или в тюрьму. Было две дороги. На стройку, согласен. Ну, отдельно... У отдельно способных ребят был такой вариант, как высшее учебное заведение. Я хочу сказать... Еще были военные училища. Я хочу сказать, он вырвался из этого. Он вырвался из этого. У него была мечта, у него была цель. Петь. Быть знаменитым. Вот. Он вырвался из этого и, как говорится, всеми правдами-неправдами, но он все-таки сделал себе имя. И вытащил других. В принципе. Нет, ну, дело в том, что психологические комплексы, психологические повадки детей... Он обладает некоторыми гипнотическими способностями, влияниями людей. Но у него есть очень сильные лидерские способности. Это заметно было. Это было заметно. Последние новости какие-то вы о нем слышали. Собственно, как он поменялся или не поменялся, соответственно, в свете того, что примерно год назад, около года назад, ушли из жизни, в общем-то, и Кузнецова, и Шатунова. Причем Шатунов ушел при очень старальных обстоятельствах. Когда хоронили Шатунова, его жена на похоронах то ли не присутствовала, то ли как-то все так получилось, все странно получилось, что как-то почему-то тело Шатунова передали в распоряжение его коллег по шоу-бизнесу. От них не в распоряжении родственников. Вот вокруг этого вьются какие-то интриги в ваши отношения. Это очень такой вопрос, который я пока не хочу отвечать. Я думаю, со временем все узнают на самом деле, что и как. Ну, со временем может быть. Здесь можно строить, соответственно, всякие гипотезы, здесь можно строить всякие догадки. Я сейчас пойду, кстати, на открытие памятника 6 сентября. Будет открытие памятника Юрия Шатунова на главбищу. Понятно. Ну и расскажите тогда ваше впечатление, кто еще, кого еще спросил. Айзеншпис, Шатунов, Чернавский. Кстати, он здравствующий сейчас или нет? Чернавский. Да, он в Америке, в Лос-Ан-Жизе. Пишет песни для фильмов голливудских. То есть он как-то там, ему умудрился, он как-то умудрился зацепиться за американскую культурную среду. Да, потому, да, он талантливый и он сразу, сразу проявил себя. Ну, теперь расскажите, пожалуйста, вот, собственно, то, что происходит с пинематографом. Значит, за последние 10 лет, как известно, Голливуд отказался от боевиков. Пинематограф жанра увядающий. Все время пишутся, соответственно, когда мы считаем статистику по американскому, по посещению американского проката. Это, например, то же самое, что с нашим кинопрокатом. С нашим кинопрокатом творятся такие вещи, что средние граждане на России посещают кинотеатры аж 0,4 раза в год. Я хочу сказать вам, чтобы не забыть, по поводу российского кинопроката. Как бы, чтобы не забыть. Значит, не так давно, к нам постоянно, в принципе, так как я живу сейчас в Лос-Вегасе, периодически по всей Америке существует прокат русских лент. Припользуют, несмотря на то, что российское кино в залы Америки для русскоговорящих эмбирантов. Залы полные. Вот сейчас привозили Чебурашку не так давно. Хорошо. Вот, и делали дополнительный сеанс. Залы были, к нам в Лос-Вегасе, залы были полные. Я хочу сказать, что было то, что уже не бывает, как говорится. Значит, во-первых, мы плакали. Я прямо сейчас заплачу. Плакать можно. Во-вторых, плакали, когда Севары там пела роман. Во-вторых, когда пошли титры. Прям титры, когда пошли. Все встали и стали аплодировать. Никто не ушел, пока кино не закончилось. И вот это, пусть какой-то маклюжит, или взрослые дети. Да, потому что... Это очень сильно было. Я была в этом сеансе, я прям... Я охотно верю. С Вашего позволения, а вот так вообще эмоции и ностальгии берут часто, нет? Когда Вы живете в Гниваде. Соответственно, есть какое-то либо средство для такого мгновенного погашения этих эмоций и ностальгии? В принципе, дело в том, что я очень часто влетаю в Россию. У меня в принципе... Каждый год, два раза в год как-то вот. Каждый год, два раза в год, да. По зимой, по зимой, летом. Так. Я вот живу как бы на две страны. Отлично. Мне, кстати, в Штаты еще ни разу не заносило. К сожалению. Это исторически получилось. Но я считаю, что это у меня вот уже где-то не есть большой недостаток. Ну, а все это, соответственно... Ну, а все это, соответственно... Ну, а все это государство к государству. Ну, я могу себе представить. То есть, то, что... Не только властей господставления других людей, это... Вот рулетки, карты, там вот это все. Это еще одна большая улица, действительно... Вот эти отели, где рулетки крутятся. А вокруг двухмиллионный город. Занятно. И вот, значит, жители двухмиллионного города основное занятие такое? Что? Основное занятие такое? Ну, чем занимаются с нами? Инфраструктура. В других городах адвокаты, врачи, строители и так далее, и так далее. Наверное, профессии. Прекрасно. Прекрасно. Так, Наталья, я даже таки не узнал ваше отчество. Ну, я думаю, это мелочи жизни. Владимировна. Наталья Владимировна. Так, московское время ровно 20.02. Я руководствуюсь вашей инструкцией, что я не имею права вас задерживать. Мне надо, брат, провалить. На вас тролли. Так, ну, пожалуйста. Вот это Иван Иванович Интернационал, челенький Кирилл Андреевич. Кирилл Андреевич. Ну, прекрасно. Это ваш двоюродный брат. Ну, позвольте порадоваться. Так, а вот степень расстава. Скажите, почему образом он для вас брат? По маме, по папе? Он по маме. Так. Да, вдвоем, да. Так, простите, а он тоже в Воронеже детство провел, нет? Нет. У него другая степень. Так, ну, расскажите тогда немножечко. Ну, я не хочу по нему рассказывать. Пусть он сам когда-нибудь вам расскажет. Объясняю. В Оле и Судьбе, я 7 лет, когда была вот в съемке одной из частей нашего фильма, одного из эпизодов. Я у него брал интервью. В принципе, интервью с ним не осуществляет. Вот единственное, что я сообразил взять его координацию. Я хочу сказать, что мы очень родные люди. Мы, как говорится, больше, чем вдвоем. Мы очень родные люди. Он женат на девушке, которая моя лучшая подруга. Вот, и я вот вижу постоянно, когда приезжаю. Ну, а подзывок, сейчас порадовался. Поэтому я хочу сказать, значит, еще следующее, что когда Ивановички только начали петь, только вышли с тучами, значит, Игорь Матвеенко взял меня петь в первом отделении. И с Ивановичками я ездила, ну, где-то полгода точно. Ну, и как, вот чисто по атмосфере. Когда еще был Игорь Сорин жив. Ну, Игорь Сорин вообще трагичная судьба. Ну, не очень трагичная судьба. И я думаю, что это, ну, там отдельная вообще история с сектой. Я у меня в своем мнении. Я думаю, что его выбросили. Его выбросили из балкона. Его выбросили. Это, значит, мое мнение такое, что он попал в секту, которую он отдал 70 тысяч долларов. И который программирует, простите, людей, когда человек хочет выйти из этой секты. Они программируют, что будет ручка лежать. Вы себя, эта ручка, убьете. Он будет на балконе стоять, вы выпрыгнете с балкона. Он просто начал понимать, что куда он вообще вошел. Что он делал, то есть. Но втянули его очень сильно. Ну, с Вашей позволения. Вот я замечал, что в ряде случаев для Ваших коллег по шоу-бизнесу есть такая непреодолимая проблема. Например, беспробудное пьянство, из которой они просто не могут выйти. Он не пил вообще. Я говорю напрямую, имея в виду Евгения Викторовича Осина. Ну, это вообще другой вариант. Это другой вариант. И, соответственно, и самое жуткое, самое жуткое. Его продюсер Валерий Алексеевич Жаровым страдает на моих глазах тем же самым недостатком. Я когда брал интервью, как у Вас, я брал интервью у Жарова. Нет, Валерия Алексеевича очень хорошо. Так. Еще с рекордом. Он работал в рекорде. У него была группа класса. Да, у него была группа класса. Вот. Я его очень хорошо знаю еще. Не знаю. Только не живут по музыке, я его знаю. Вот. По-моему, ну, я хочу сказать, что, ну... Ну, 88-й год, время Вашего появления в Москве, тогда он уже был фактически своим человеком в Моск-концерте. Да, он, я и говорю, 88-й год. Уже была группа класса, он уже ее задвинул в утреннюю почту. Они там пели, как у нас, как у нас. Ребята высшего класса. Вот, поэтому... Так. Ну, тем не менее, у него то же самое. Он лично мне жаловался на его трагическую, его трагически вредную привычку. Я давно не видела его, я не знаю... Ну, теоретически, мы можем после интервью, мы можем ему позвонить, кстати. Теоретически. Ну, вы будете звонить или позвоните, передавайте, что он как-то в Грозовске перед вами сидит. Ну, хорошо. Видимо, сейчас до этого... Все. Я не смею вас больше забалковать. Тем интересных много. За предложение снимать фильм на вас большое спасибо. Вы мне льстите. Время 20. Только поверить, что был апрель, и растаял в весенних лужах. Синий вечер опять вспомню, как я любила. Синий вечер опять вспомню, как я любила. Синий вечер опять вспомню, как я любила.